так ребят сегодня мы пришли на черное озеро мы сегодня здесь проходит самое милое мероприятие это показ мод собак корги они здесь ходят в костюмчиках просто ходит кто вообще просто другими собаками прошел я даже не знала что тогда есть так много корги классные милые так ребят побывали мы в королевстве корги классные собачки и главное хозяева похоже на своих собак забавный факт сейчас мы хотим пойти куда-нибудь покушать нацелились на кафе который находится прямо на территории парка сыроварня называется пойдем узнаем если там вообще места если нет то пойдем другую кафешку короче ребят на спустили на веранду и дали вот меню еще будем сидеть изучать милые так ребят мы вышли из сыроварни нам все очень понравилось было очень вкусно мы сейчас находимся на черном озере мы уже об этом говорили мы достаточно редко здесь бываем к сожалению но здесь очень красиво и атмосфер ненько надо обязательно сюда еще прийти возможно даже устроить пикник но нам почему-то в этом году не везет с погодой постоянно кипятучие дожди короче как и так смотрите ребят какая классная атмосфера все жрут это самое главное закормка в зоопарке в москве прикольно короче пацаны здесь очень единственное зеркало в казани теперь мы хотя бы сочетаемся с этим зеркалом делаем еще классные фоточки так ребят мы взяли себе баблки я взяла себе с дыней и сморку и надежда себе орион теори очень вкусно это какая-то новинка у них там целое новое меню так что обязательно приходите в оболонию по себе новостные напитки она находится на баума на самом конце так что да самое лучшее место в казани где можно выпить и вообще попробовать всем северам да уже какой раз реально вьетнамская провинция мы посетили фестиваль сладостей в казани который проходил на кремлевской набережной там были различные сладости такие как дыхание дракона гонконгские вафли сливочные фруктовые риски восточные арабские сладости наши любимые тридельники яблоко в карамели а также мороженое и многое другое некоторые сладости мы даже попробовали сами также там был диджей который создавал крутую летнюю атмосферу и даже была развлекательная программа приглашенными гостями был казанский цирк который показал пару крутых выступлений нам все очень понравилось короче ребят мы сели купили себе вафли чурос отстояли в очереди минут 30 что конечно полный капец сели во вкусные . вот тут очень шумно поэтому я записываю на диктофон перед себе колу сидим чили одной же нет чего я взяла себе вафли из-за того что у них растаяло мороженое купил себе только такие вот венские там получается банан нутелла ну и сама вафля короче будем сидеть кушать и наслаждаться чудесной погодой в казани на него немножко запекали так ребят мы уже покушали очень вкусно кстати но мощностью понравилось и чуроса и вафля была просто такая идем гуляем по набережной что присоединимся к ним ты бы то еще здесь у нас есть караоке три песни 500 раньше было намного дешевле буквально в позапрошлом году так то выглядит озвучила и переведет бокс и свою песню любимая озвучка караоке короче да ребят у нас не только покатаетесь тут и погуляете на чем можете и спеть и покушать в общем да и на качельках покачаться и потанцевать все что угодно реально кататься на самокатах на великах на роликах и тир кстати можете поиграть с 30 сколько людей все пришли именно за вот этими динозаврами еще ребята можете купить мармелад мармелад наша прогулка с менеджером ищем локации для тик ток прочь ребят мы зашли в балтичную который находится у нас здесь на набережной вот нам дали еще такую штучку теперь мы обязаны вернуться сюда еще раз короче я себе заказала с орео он стоил 340 рублей плюс еще шарики а есть почему-то называются не до пелка именно шарики так это написано кстати в чеке вот они идут а в отдельную стоимость а надя я взяла тайский это здесь самый популярный он какой-то сказали мне типа тряпический надеюсь ей понравится взяли теплый можно здесь еще на выбор взять холодный он у нее стоил уже подешевле 290 рублей вот короче я раскошелилась на себя на надю как обычно пожопила деньги ладушку я просто знаю что она больше любит на чай а я больше люблю на молоке поэтому дам дела и вот сам популярных ними еще есть такое прикольное место мне как обычно записывающий на диктофон хотя наверное мне и так слышно но здесь шумного тенька такое прикольное место и сунг наконец-таки мы дождались ждали минут 20 15 прикольно кстати выглядит надеюсь на вкус будет такое же вкусное у нас уже тут огонечки и зажглись очень красиво чудесная погода они кстати находится рядом с нашими любимыми тридельками так что можете купить себе спокойное бабалки пойти покушите вкусные тридельки всякие 3d штуки я вот кстати на этой штуке хочу следующий раз покататься тут вообще самое классное типа гонки поиграть опять в гонки ну да на острове мечта конечно классно we are мы приехали на форс арену ребят наши билеты там уже играют ребята кто не понял мы побывали на футболе да это был кубок россии играли такие команды как локомотив и рубин матч оказался очень интересным и волнительным также мы успели попробовать очень вкусные хот-доги по итогу матч победил команда локомотив счетом 1-0 а а нет 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 всем привет всем привет кто снимает а 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 Так, ребят, сегодня мы решили, настроились на велики, пришли за великами, взяли их в аренду. Сколько у нас 2 часа? 2 часа 350 рублей. Если честно, мы вообще очень давно не катались на великах, и у нас были очень такие изишные велики, а тут, блин, с тормозами вот здесь, какая-то непонятная перегородка. Да, неудобные велики, потому что вот эта штука не позволяет нормально ногу убрать с велика вторую. Как мы привыкли, я не знаю, как другие люди, да, но мы привыкли просто так садиться. Ну, и так же будем, благодаря слезать, потому что нога идёт вперёд. А тут вот за счёт этой штуки ты просто забываешь, заваливаешься и падаешь. Да, Надя уже сейчас валилась в клумбу, просто победитель. Ну что вы, готовы, дети, покоряйте этот мир? Да нет, тебе повезло, что ты никак не ушиблась, а просто слегка завалилась. Да, я завалилась, потому что он тяжёлый, он здоровый. Да. Я, короче, ногу не смогла снять, и вот так просто упала. При людях, ребят, смотрите, сколько людей, она просто поссорилась. Ой, так, чёткость. Господи, ребят, в воскресенье кататься на великах – это самое худшее вообще решение в нашей жизни. Ну, мы просто очень сильно хотели, поэтому вот. Нам сейчас девушка сделала скидку, а мы даже отзыв не оставили, потому что у нас даже телефона нас нафиг послали. Они тупо не хотели QR-код копировать. Ну, мы потом оставим, конечно, мы же добросовестные люди, да? Самое страшное – это, наверное, реально детей вообще будем сбить нафиг, потому что тормоза тоже очень странные, ребят, честно. Ну, а мы сейчас покатаемся, привыкнем. Мы до парка Урама сейчас поедем. Может, когда-нибудь вон катимся? На вкус-то. Там и останемся. Да. Ну, ладно, короче, увидимся. Пошли уже до парка Урама. Здесь, конечно, тоже можно взять велик на прокат, но нам здесь не понравились сотрудники, поэтому мы взяли велик на прокат рядом с парком Горького. Да. Вот, там 350 рублей, 2 часа, вот так вот катаетесь. Цены мы вам засняли, ставим куда-нибудь точно. Если честно, мы очень сильно разучились кататься на великах, а наши велики, они были не спортивными, а такими самыми обычными, вот, и, конечно, чувствуется эта разница. Мы пока их сюда спускали, мы уже дико задолбались. Мы уже выпили почти всю свою воду. Нервов. Мы просто им, да, не офигеваем от того, что мы вообще это сделали. И мы приехали немножко поздновато, конечно, сейчас уже потемнеет, вот, солнышко село, но мы не расслабимся. Что за нас красиво? Е-е-е-е-е. Короче, мы идем кататься. На закате вообще просто красота, ребят. Тебе, наконец-то она уехала. Тебе, мы нашли идеальную площадку, где нет людей. И вот Верок. Десять лет не сидела на велике. Ну, в принципе, пока все нормально. Что, нормально? Да, нормально. Еще людей нет и кайф, да? Да, еще так вот за зданием кататься. Да, еще, ребята, там за зданием тоже есть место. И мы сейчас там будем кататься. Да, нам очень поздно, что здесь есть такое место. Потому что там, где люди, мы боимся кататься пока что. Мы еще не такие профессионалы. Но, в принципе, включили подсветку. Стало сыпло. И очень красиво. Посмотрите, там все люди. Там все люди. А мы, как обычно, здесь. Мы, как обычно, по дворам всяким шляемся. Вообще прикольно выглядит. У тебя велики классные. К ним просто долго привыкаешь. Из-за того, что мы просто давно не летали. Да. На самокатах мы так же, ребята. Да, да. Мне кажется, на самокатах намного легче, конечно. Да, полегче. Да. Мы такие одинаковые и велики такие одинаковые. Прикольные. Короче, ставлю лайк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так, ребят, хотим записать наши впечатления. Короче, покатались мы на велосипедах. Было все очень круто. Да. Вот. Ну, конечно, ночью кататься, это еще тот кринж. Все едут. Очень темно. Ну, так достаточно. Никого вообще не видно. Дети бегают тоже. Всякие пауки, всякие уже мошки вылазят. Это уже не круто. Так что советуем всем гулять, наверное, где-то до 8-9 точно. Потому что сейчас уже начало рано темнеть. Вот, достаточно. Но вообще, в целом, мне понравилось, правда. Несмотря на то, что поначалу было очень сложно, непонятно как-то, ну, непривычно. В принципе, мы привыкли, все поняли, поехали. Короче, сели, поехали, и все было нормально. Кайф получили, опыт получили. Жопа болит. Да. Это самое главное, ребят. Значит, результат будет завтра. Ребят, интересно, есть ли у вас такие прокаты, катаетесь ли вы на великах. Короче, ребят, не забывайте, пишите в комментариях. И ждем также пальцы вверх за наши старания. За наш контент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok